Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по роничным продажам в Англии. Этот релиз мы тоже ждем на протяжении всей недели, поскольку понимаем, что это снова разговоры потребительской активности и то, что может повлиять на будущую риторику Банка Англии. Пока что фунт сопротивляется давлению доллара. Текущие котировки по паре фунт-доллар 1.2710. И если сегодняшний отчет по роничным продажам не разочарует, то, соответственно, фунт сможет вернуться к локальным максимумам. Также в 13.30 по GMT аналогичный отчет из Канады. Здесь уже риторика может быть и ожидания совершенно другими, учитывая то, что последние данные по инфляции в Канаде указали на снижение показателя. И предварительно были не совсем уж оптимистичные выводы о том, что в Канаде практически провалился сезон рождественских распродаж. Я не думаю, что после этого мы можем увидеть хорошие показатели по рознице. Но в целом нам и нужно дополнительное давление на канадский доллар, учитывая то, что мы рассматриваем пару доллар-канадец как дуэт активов, который может выйти из сейчас зоны узкой консолидации и преодолеть сопротивление 1.35. Собственно, рядом с отметкой 1.35 пара торгуется и сейчас. И под закрытие торговой сессии в 15.00 по GMT будем анализировать данные по продажам на вторичном рынке недвижимости США. Еще один важный отчет по американскому сектору, который является самым чувствительным к текущему уровню ключевой процентной ставки. Давайте по порядку. Индекс доллара 103.10. Консолидация продолжается. Доллар пока что не решается на то, чтобы пройти выше и ниже. И мы понимаем, что на этой неделе очень сильно испортились, ухудшились рынчные настроения. Во-первых, эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала причиной для того, чтобы трейдеры начали активно распродавать рисковые инструменты и делать ставку на защитные инструменты. Также эту нисходящую динамику еще больше подкрепили новые четырехлетние минимумы для китайского фондового рынка. Учитывая кризис недвижимости, который там продолжается, не самые сильные данные, которые мы получаем в последнее время, я думаю, что такая реакция трейдеров более чем сейчас оправдана. И Китай у нас остается, скажем так, регионом повышенного риска с точки зрения не каких-то геополитических составляющих, а с точки зрения того, что слабости этого региона из-за системного ухудшения внутренних макроэкономических показателей, это по сути может означать слабость для всего мирового глобального экономического роста. На этой неделе также попутным ветром для доллара выступили комментарии одного из самых авторитетных представителей Федрезерва, Кристофера Воллера, который поддержал идею более размеренного подхода к смене вектора денежно-кредитной политики и не стал обнадеживать тех, кто рассчитывает на скорое смягчение монетарной политики в США. И куча макроэкономических отчетов, причем настолько сильных, что, друзья, вчера мне пришлось пересмотреть свое отношение к доллару, потому что первичные заявки на пособие по безработице, показатель, который должен был удержаться в районе 200 тысяч, просел до 187 тысяч. Это один из самых лучших показателей еще с доковидных времен. И такой релиз явно доказывает то, что американский рынок труда остается стабильным, крепким. Еще есть признаки усиления инфляционного давления, роста потребительской активности. И неудивительно, что трейдеры стали очень сильно сомневаться после этих релизов в том, что американский регулятор может согласовать снижение ключевой процентной ставки в марте. Буквально на этой неделе мы наблюдали, как показатель со 70 свалился до текущего уровня в 52%. Ну да, когда мы говорим уже о пограничной вероятности 50 на 50, здесь лучше, может быть, и не верить в то, что американский регулятор пойдет на более раннее снижение ключевой процентной ставки. Поэтому по индексу доллара я позицию закрыл. Пока что буду наблюдать за этим инструментом со стороны. По золоту тоже закрытие позиции вблизи уровня 2020. Учитывая, что изменился сантимент, мы об этом говорили, что как только будут серьезные значения перекосов покупателей-продавцов, то уже нужно будет внимательнее смотреть к возможности золота выйти на новые локальные максимумы. И очень сильно после вчерашних релизов по рынку труда и рынку недвижимости в США выросли доходность американских облигаций. И сейчас это уже по десятилеткам 4,16%. Тоже закрытие сделки, но это не значит, что я буду на текущем этапе разворачиваться, ставить на снижение. Нет, это в целом не меняет, наверное, моих долгосрочных убеждений, что через какое-то время сложится идеальная условия для покупки золота и, соответственно, ослабление курса американского доллара. Но, видимо, придется немного подождать. Британская валюта 1,2710. Ранее анализировали данные по индексу потребительских цен. Это очень серьезный фундамент, который оказывает свое влияние на настроение по фунту и сейчас. Действительно, инфляция выросла с 3,9% до 4%. Базовый индекс потребительских цен остался на очень высоком значении 5,1%. Мы сделали выводы, что, скорее всего, на основании этих данных Банк Англии будет согласовывать смягчение политики позже, чем ожидалось до этого. Сегодня ждем роничные продажи. Учитывая сезон рождественских распродаж, оптимистичный настрой и рост инфляции, я полагаю, что статистика вряд ли разочарует и фунт может получить дополнительную поддержку под конец текущей торговой сессии и, соответственно, недели. И нацелится на движение поближе к уровню 1,28. Доллар канадец 1,3488. В текущей котировке в начале своего выступления отметил, что здесь тоже важный показатель потребительской активности, рождественной продажи, но ожидания уже не такие оптимистичные, как в Англии. Я думаю, что этот отчет в Канаде сегодня окажет давление на канадский доллар. И, соответственно, пара доллар-канадец может закрепиться выше уровня 1,35. Доллар-иена. Долгое время мы следим уже за этим инструментом. По сути, на этой неделе каждый день наблюдаем за тем, как пара прибавляет по фигуре. И сейчас это уже выше нашей следующей цели, которую мы обозначили ранее. 148. В текущей котировке 148,32. И я почти уверен, друзья, что уже в ближайшие дни мы будем снова тестировать сопротивление 150 иен за доллар. Очень сильное давление на иену оказывает слабая макроэкономическая статистика. Рождественные продажи снизились на 0,9%, промышленное производство на 1,4%. И вчера мы ждали отчет по инфляции, прогнозировали, что точно будет снижение. Базовые показатели эти ожидания оправдались. Снижение с 2,5% до 2,3%. Поскольку Банк Японии свое решение по ужесточению политики опирает на ситуацию с инфляцией, готов ужесточить политику только в случае усиления инфляционного давления. Мы видим то, что этого условия на данный момент времени нет, поэтому Банк Японии не будет торопиться отказываться от стимулирующей политики. И в довесок еще последний опрос Reuters указывает на то, что большинство респондентов уверены, что в ближайшие два квартала Банк Японии вообще не будет анонсировать каких-либо изменений в текущем векторе денежно-кредитной политики. У нас есть время, чтобы находиться в этих длинных позициях сейчас по доллару и иене и ждать новые локальные максимумы. Американский фондовый рынок S&P 500 снова вблизи новых рекордных исторических максимумов. 4,813 цели прежние, друзья, еще с прошлого года, 4,900 как ближайший целевой ориентир. И сейчас S&P получает поддержку на сильном сезоне квартальных отчетов и куче классных макроэкономических релизов из США. И рынок нефти здесь, мои убеждения, остаются прежними. Жду снижения актива в район 75. Данные по запасу, к сожалению, вчера не стали фактором давления на кофировке нефти, потому что вместо роста мы увидели снижение, что довольно странно, учитывая, какими темпами рекордными растет объем нефтедобычи в Штатах. Но при этом последний доклад от Международного агентства указывает, что спрос на нефть в этом году вырастет всего лишь на 1,2 миллиона. Это практически в два раза хуже, чем оценка от ОПЕК, которую мы анализировали буквально накануне. В общем, вспомните, что я сказал про Китай, не забывайте про сантимент, толпа по-прежнему сидит в длинных позициях и делайте правильные выводы. Я думаю, что правильным выводом сейчас является удержание коротких позиций. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!